Наташа, когда вы перешли с канала 112 Украина на ЗИК, вас начали тетровать Наташа Влащенко, а не Наталья Влащенко. Что изменилось? Ну, на самом деле, ничего не изменилось. На самом деле, всегда была Наташа. Просто на 112-м как-то меня тетровали по-другому. Но если вы посмотрите, допустим, журнал «Публичные люди», то я, как Наташа Влащенко, существую уже много лет. Ничего здесь таинственного нет, никаких особых… Просто мне категорически не нравится имя Натальи. Оно для меня лингвистически звучит совершенно по-другому, я себя с ним не ассоциирую. Всегда была Наташей, и Наташа остаюсь, и думаю, и буду Наташей дальше. На самом деле, у нас же существует какое-то странное представление об этом, что это уменьшительная форма. Там Таня, Наташа, Катя. На самом деле, нет, это просто имя. И на Западе люди с такими именами живут, и все нормально. Поэтому вообще… Но нет журналистов, которые меня не спросили, почему Наташа? Знаете, из города спутники есть вопросы спутники очень странные, так что… Интересует все-таки, это необычно, потому что… С этого начинают всегда. Да. Ну вот, значит, мы в тренде. Вы вообще для меня такой человек, который вдохновляет. Я вас вижу вживую первый раз, но я наблюдала за вашими программами. И мне кажется, вот очень важно то, что вы сломали вот этот вот стереотип, что на телевидение надо прийти в 20, и вот потихоньку там из маленьких рубрик, из маленьких программ идти, 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 и тогда уже к сознательному возрасту ты сможешь вести какие-то большие программы. Вы известным журналистом были давно, но именно на телевидение вы пришли уже в зрелом возрасте. У нас возраст прощает в основном только мужчинам, к сожалению. Как вы смогли предложить и продвинуть свою программу, чтобы канал ее дал в эфир? Ну, вообще, на самом деле, честно говоря, у меня… Я никогда не думала об этом. У меня есть вообще такое странное свойство. Я равнодушна к мнению, скажем, социума, в том смысле, что не в смысле мне все равно, что думают обо мне люди, а просто… Я понимаю, что люди так созданы, что они всегда что-то обсуждают. Если бы они не обсуждали мой возраст, они бы обязательно обсуждали длину моего носа или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому я никогда об этом не думала. У меня никогда не было таких проблем. У меня не было страха, а что же мне уже там 30? У меня уже 35. Что будет? Я просто работала, делала то, что мне интересно. Я всегда… Я… Чик достаточно такой нарциссичный. Я всегда была уверена, что я талантлива. Потом оказалось, что это так. Ну, почему я была уверена с 5 лет? Я знала, кем я буду работать. Я знала, что я буду в жизни делать. Мне всегда было интересно самой собой. Поэтому мне не обязательно было… Когда мне подруги говорили в школе, «А знаешь, что тебе говорили там на позапрошлой перемене?» Я им говорю, «Да может, ты должны рассказывать. Вообще неинтересно». Или «Вообще», или «Вообще». Ну, собственно, так оно и до сих пор. Поэтому я убеждена, что никаких стереотипов нет. Мой жизненный опыт говорит на каждом шагу об одном. Там возраст, какие-то еще там опции. Они вообще не играют никакой роли. Там темы, большая программа, малая программа, большая роль. Это все ерунда. Если вам есть что сказать, если вы по-настоящему подлинно интересны, вы будете интересны всегда. Если вы видели там в Ютубе, как танцует Миша Барышников, вы для себя навсегда снимаете вообще вопрос возраста. Он до сих пор прекрасен, до сих пор сексуален и так далее. Это то же самое. Просто понимаете, это же какие-то постсоветские истории. В Советском Союзе женщины в 40 лет уже считались там глубокими пенсионерками, они должны были навсегда уйти нянчить детей. Во всем мире этого никогда не было. Да, если вы смотрели прекрасный фильм с Катериной Даневом «За сигаретами» или как-то так называется. По-моему, «За сигаретами» называется. Вот он как раз об этом. Не существует никаких в мире стереотипов. Все стереотипы — это у нас в голове. Если они у вас есть в голове, вы будете с ними жить. Если у вас их нет в голове, вы не будете жить с ними. Вы будете жить по своим правилам. Вообще счастье — это жить по своим правилам, а не по правилам, которые тебе навязывают другие люди. Ну, вообще, мне кажется, стереотипы как раз Би-Би-Си и, допустим, американские каналы, там наоборот, серьезные программы и даже новости ведут люди, которым «За 40». Да, конечно, это общее место. У нас, в принципе, информационные каналы, там смотришь с 20 до 25, очень часто люди сидят. Но я хочу вас спросить о другом. Вот вы говорите, вас не интересует то, что о вас думают в социуме, и это было с детства. Это все-таки воспитание или это в ваш внутренний стержень? Лично какие-то особенности. Ну, лично особенности, потому что, ну, всегда же перед нами стоит выбор. Мы живем так, как мы сами хотим или как хотят другие люди, да? Мы надеваем то, что мы сами хотим надеть или то, что как-то принято, думать, что это модно или не модно. И так во всем абсолютно. Мы свою личную жизнь строим так, как принято или так, как мы чувствовали себя счастливыми. И вы всегда для себя можете выбрать, первый вариант или второй. Какое, как бы, это ваше дело? Если бы у меня спросили, да, там, советы, то я бы сказала, всегда выбирайте второй вариант, потому что это правильно, потому что другой жизни у вас не будет. Вы недавно в своем фейсбуке написали, меня часто спрашивают, с кем интересно, интереснее всего было говорить, с теми, кто не лжет. Поверьте, это всегда видно. Тут я немного пропущу. Что может быть прекраснее человека, который согласен быть собой и больше никем. Вот как часто в ваших интервью вы видели настоящих людей? Вы знаете, процент настоящести в мире, да, он всегда меньше, чем ненастоящести, образно говоря. Так же, как, например, читающих людей всегда меньше, чем нечитающих. И меня часто спрашивают, а как же тогда баланс этот сохраняется в мире? Добра и зла, настоящести или нет? На самом деле, настоящесть, как и талант, она там, она очень крутая. Она такая пахальная, масштабная, большая. И она просто вот этим своим, вот этой своей огромностью и подлинностью глубиной уравновешивает там, допустим, один талантливый человек уравновешивает собою там 20 человек, которые бездарны, бесталантны и так далее. И таким образом вот этот вот баланс в мире, он существует. Поэтому есть такие люди, они всегда видны, они энергетически всегда видны. Вот знаете, вы же, я всегда, один из моих любимых примеров, брат Чехова, писатель Чехова, Михаил Чехов, он был великим режиссером. Он всегда так говорил, вы, когда разговариваете с человеком, вы даже можете не слушать, что он говорит. Но всегда по его манере сидеть, говорить, то есть по его энергии, энергетике, всегда видно, лжет он или нет. И это правда. Люди, которые думают, что они могут скрыть ложь, они очень сильно ошибаются. И ложь, она никогда не производит большого впечатления. Игра, ложь, там, я не знаю, жеманство, всегда производят впечатление подлинности человека, каким бы он ни был. Ваша программа «Хард Ток» – это, в принципе, тот жанр, который в Украине до недавнего времени был не очень популярен. Такие действительно жесткие интервью. И часто наши журналисты переходили либо на какие-то предвзятости и оскорбления, грубо говоря. Вот именно вот этот вот европейский, американский «Хард Ток». В принципе, мне кажется, вы его к нам принесли. Как, насколько легко люди, вот уже увидев предыдущие программы, хотели к вам идти, чтобы вот так вот обнажаться и быть готовыми отвечать на серьезные такие жесткие вопросы? Ну, с гостями всегда непросто. Всегда хотят, часть людей всегда хочет прийти, потому что им есть о чем сказать. И они хотели бы, они, знаете, мы же всегда ищем диалогов непростых, когда мы что-то из себя представляем. Когда мы ничего из себя не представляем, мы не ищем непростых диалогов. Меня часто там упрекают в Фейсбуке или еще где-то, что ага, с Васей вы были очень такая жесткая, вы просто его избили, а с, я не знаю, а с Катей или с Колей вы были достаточно мягкой. На самом деле это заблуждение и то, и другое. Я к любому своему гостю отношусь там с большим вниманием и с большим интересом. Просто другое дело, что я продумываю заранее тактику и стратегию. У меня была задача открыть человека, показать в нем нечто, что в нем раньше не видели. А с одним, ну это как с детьми, знаете, там, одного человека нужно для этого немножко прессануть, для того, чтобы он открылся. С другим человеком, наоборот, нужно мягко войти в дверь, с ним поговорить немножко, там, и тогда он сам просто откроется. С третьим человеком еще нужно какая-то, четвертым человеку нужны только документы на стол, вот, и пистолет, понимаете. Ну и так далее. И в зависимости от того, что я знаю о человеке, в зависимости от того, я всегда пересматриваю ряд видео с человеком и так далее, я обращаю внимание не только на факты его биографии, но на его психофизику, на то, как он себя ведет, в каких местах он дает слабину, в каких местах он, наоборот, стоит насмерть. И в зависимости от этого выстраиваете тактику. Визуально это может показаться, что с одним я была добра, с другим не очень. На самом деле это колоссальное заблуждение. Для меня задача открыть человека. Если я его открыла, если о нем какую-то другую информацию сообщила или другие факты, или заставила его сказать то, что он не хотел сказать, значит, я все правильно сделала. Если я не добилась этого, значит, интервью не получилось. Вы брали интервью у многих политиков, вы их знаете. Вы сейчас вообще доверяете политикам? Есть люди, за которых вы идти готовы голосовать, вы верите, что они действительно приведут страну процветания? Понимаете, вопрос, доверяю ли я политикам, он такой же наивный, как если бы вы меня спросили, доверяю ли я библиотекарям, или врачам, или дворникам. В любой профессии есть люди, которые умные, которые настоящие, с которыми есть о чем говорить. Есть ли политики, которым вы доверяете? Да, но в чем вы правы, безусловно? Вы правы в том, что политика, политическая деятельность в нашей стране, именно в нашем контексте, это такая деятельность, в которой идут люди очень часто. Не обязательно заниматься государственной деятельностью. Кто-то хочет прикрыть свой бизнес, крышевать, кто-то хочет его лоббировать, кто-то еще что-то хочет. И поэтому, естественно, концентрация людей неискренних, людей не очень умных и не очень талантливых, там чуть повыше, чем в других профессиях. Но это вот только такой на сегодня, к сожалению, даже не украинский, я бы сказала, а постсоветский контекст. Потому что в Советском Союзе в политике концентрировались как раз не лучшие люди. Поэтому, конечно, там есть вопросы. Но есть ли политики, которыми доверяю? Конечно, есть. В Верховной Раде сегодня там спокойно, считая, несколько десятков людей, которых я бы оставила на следующий созыв, потому что они умны, потому что им интересно заниматься государственной деятельностью, именно государственной, и они на месте. Потому что, ну, вообще, как бы... Кто эти люди? Фамилии не буду называть, потому что кого-то забуду, кого-то еще что-то. Я обожаю профессионалов. Я люблю людей, которые увлечены тем, что они делают. Если человек... Почему я, например, так остро относилась к тому, что называлась вот иллюстрация, да, в 2014 году? Потому что, ну, это неправильно. Вообще, так сказать, фраза «он работал при Януковиче» — это странно. Но мы все работали при Януковиче в том или ином смысле. Просто есть, если есть к человеку вопросы, серьезные вопросы, тогда назовите, по каким опциям вы будете его иллюстрировать. Есть же пример иллюстрации, есть, как это проводилось в Восточной Европе, как это проводилось в других странах. Пожалуйста, ну, нельзя по опции «они работали при Януковиче», знаете, «они сражались за Родину». Но суть даже не в этом. Суть в том, что я говорила, и повторяю, и буду всегда повторять. В стране должен быть один критерий, по которому людей, так сказать, приглашают в те или иные места работы. Это профессионализм. Врач должен быть профессионален. Хороший ли он при этом человек, конечно, хотелось бы, чтобы он был хорошим. Но это, в общем-то, позиция номер два. Журналист должен быть суперпрофессиональным. Потому что если там честный и бескомпромиссный человек не умеет ни снимать, ни писать нормально, ну, и толку, что он честный и бескомпромиссный. И так во всем. На любом месте. Поэтому, конечно, я люблю депутатов, которые профессионально работают. Это означает, что есть еще какая-то надежда, что эти люди создадут то, что называется государственная машина и золотая бюрократия. Ну, то, что есть в любой стране. Ваша программа «Хард Ток» и «Першие други». Какая программа вам ближе, больше по душе? Ну, смотрите, я делаю три программы, и они все совершенно разные. «Народ прото» – это большое масштабное шоу, которое давно хотела делать, и которое сейчас только выкатывается. А «Хард Ток» и «Першие други» – это две абсолютно разные программы. Я даже на них захожу в студию с совершенно разным настроением. Мне очень интересно, знаете, в личном человек очень открывается, очень открывается. Он уязвим, особенно, когда речет об известных людях. И всегда по манере говорить, по манере формулировать, по взгляду, всегда видно, насколько человек искренен или неискренен. И на самом деле, ну, для чего мы живем? Для того, чтобы быть счастливыми. Я считаю, что личная жизнь для любого человека гораздо важнее, чем жизнь любая другая на самом деле. Потому что какой смысл работать, зарабатывать деньги, там, хотеть славы, еще чего-то, если тебя никто не любит? Ну, какой смысл в этом? А если тебя любят, значит, ты как бы гештальт закрыт. Все остальное – это такой приятный бонус в этом мире. Поэтому, конечно, исходя из этого, программа «Першие други» для меня очень важна, так же, как и «Хард». Просто они разные. Они разные, они по-разному для меня важны. Это, знаете, как, я не знаю, ну, что важнее, зима или лето. Ну, конечно, в каждом есть своя прелесть. В одном из интервью вы сказали, журналистика – это командная деятельность, а я – социопат, человек некомандный. Вот сейчас вы начали делать шоу «Народ против», и такого масштаба шоу – это, конечно, командная работа, это игра. Да, да. Как вы справляетесь сейчас вот с работой именно в команде? Я работаю с очень интересной командой, с очень профессиональной. Это команда, которая работала с Айвиком Шустром. Оля Гиржева, вся ее команда. И должна вам сказать, вы бы, если бы вопрос поставили по-другому, как они со мной справляются, это было бы правильнее. Я очень тяжелый человек в работе, очень бесконечно тяжелый, у меня плохой характер. Даже ваш оператор сказал того, что случилось, когда я сюда пришла, потому что я была чем-то недовольна, и он сразу это заметил. Поэтому, конечно, со мной работать очень непросто. Говорю как бы это абсолютно честно, но они мне терпят, и огромное им спасибо. Они все очень профессиональные люди, очень правильно понимающие задачи. И, слушайте, у нас уже на шестой программе пики доходили до шести. Это колоссальный рейтинг, и поэтому я надеюсь, что он будет еще больше. И мы ставим перед собой вселенские задачи. Я уверена, что с теми людьми мы это сможем сделать. Поэтому почему я говорила всегда, и говорю, что для меня тяжела командная работа? Потому что работа в команде – это компромисс. У меня очень сложно с компромиссами. Но я стараюсь себя воспитывать. Мне кажется, что я становлюсь мягче, чем была когда-то. Мне так кажется. Не знаю. Когда вы представляли, что будете вести эту программу, и когда вы первый раз вышли в эфир уже с реальными политиками, насколько эти чувства отличались? Вообще, что вы почувствовали? Эти чувства очень сильно отличались, но мы сейчас еще проходим период такой пролога. Поэтому я думаю, что не только сама программа будет другой, я буду другую еще. Мне нужно еще немножечко, чуть-чуть еще расслабиться. Знаете, походка становится красивой, когда вы абсолютно расслаблены. Поэтому мне нужно еще поработать над походкой, образно говоря. Я просто знаю, что у вас сейчас та же система аудитории 100 украинцев, которая была у Савика Шустера. И я просто помню по работе с Савиком, что для него самое важное было, чтобы первая аудитория понимала, что говорят люди, и второе, в принципе, реакция этой аудитории. И это ответственность именно выходить не перед теми политиками, которые там, а перед людьми. Вот как вы работаете со 100 украинцами? Со 100 украинцами я не работаю, работают мои команды. Но я могу сказать, что вот на этом, собственно, начинается и заканчивается сходство с программой Савика, потому что у нас же другой формат. Формат, который я когда-то передумала, я хотела, чтобы это были дебаты. Чтобы это не было, там выходит каждый политик, рассказывает полтора часа, доклад делает, и потом радостно уходит. Мне хотелось бы, чтобы это были дебаты. И мы ведь не вокруг личности дебатируем, мы вокруг идей и событий, которые происходят в стране. Есть, конечно, у нас есть проблемы большие. Эти проблемы пришли в последние годы на телевидение. Очень много информационных каналов. И считается, что депутаты, ведь это раньше депутаты хотели, когда их приглашали на телевидение, а теперь их централизованно им разрешают. Да, там фракции, у фракции есть спикеры, и некие таинственные люди, фамилии которых не хочу сейчас называть, они говорят, вы можете сегодня пойти вот на этот канал? А вы не можете. А вот эти вообще провинились, их нужно наказать и так далее. Такого никогда раньше не было. Это особая новая форма цензуры, о которой когда-нибудь я, конечно, обязательно напишу и расскажу публично. Поэтому, конечно же, я наблюдаю за этим. Я наблюдаю за этим. Можно ли обойтись без депутатов в этих программах? Конечно, можно. Я думаю, что зрителя можно приучить, потому что будут приходить профессиональные люди и будут рассказывать о проблемах, которые существуют сегодня в стране. Например, в эту пятницу будет программа о безопасности. Мы приглашаем всех силовиков. Мы приглашаем силовиков, и с ними, с людьми профессиональными, будем дискутировать. Хорошо, обойдемся без депутатов. Но мне интересно, свято же наблажается по имени выбора. Поэтому мне кажется, что люди, которые определяют такую политику, медийную, информационную, которая сегодня находится где-то, знаете, в этих таинственных кабинетах, они должны опомниться. Вот все, что я хочу сказать. Вы сейчас страдаете, скажем так, от шантажа партий. Я не страдаю, я не страдаю. Понимаете, как настоящая демократическая европейская политика, она не может развиваться и не может быть нормальной в таких каких-то иезуитских и азиатских формах. Это они страдают от этого. Это они становятся абсолютно предсказуемыми, неинтересными, когда приходят со своими тезисами под мышками. Поэтому я так думаю, что это очень скоро будет видно, что король гол. А может быть, многим зрителям уже это видно. Поэтому нам-то чего страдать. Мы профессионалы. Мы будем делать так, как качественный продукт давать, как это будет зрителю интересно. И в итоге мы выиграем, а они нет. Ваше взаимоотношение с каналом. Есть ли от них пожелания, каких гостей брать и каких не брать? Нет, но у меня есть группа. Смотрите, канал ЗИГ внутри один из самых демократичных каналов. Ну, собственно говоря, я должна сказать вам честно, что работая на телевидении, я никогда особенно не страдала от какого-то внутреннего диктата. Я уже говорила об этом-то еще раз, повторю еще раз. На 112-м, по крайней мере, персонально ко мне никогда не слышала, чтобы там были какие-то, знаете, вкратчивые пожелания, какие-то там этого зовите, этого не зовите. А надо бы озвучить такие-то вопросы. Никогда. То есть я всегда достаточно свободно сочувствую. На ЗИГе тем более. На ЗИГе тем более, потому что команда молодая, очень, так сказать, демократичная, очень подвижная. Мы же развиваемся из Львовского канала. Мы несколько лет назад начали трансформироваться в общенациональный. Поэтому все нужно решать быстро, с колена, новые форматы вводить и так далее. Поэтому, конечно, есть доверие. Есть доверие друг к другу. И я очень надеюсь, что вот эта атмосфера и сохранится. Но пока, по крайней мере, мне все кажется очень правильно. Есть ли политики, которых вы бы никогда не пригласили к себе на программу? Вы знаете, это, Инга, такая старая очень история, которая очень любит разгоняться в соцсетях. То есть, как в сказке, знаете, про сороку, там, Басорокова Ровка называет эта сказка, или как, этому дам, этому не дам, этому еще что-то. Ну, мы когда говорим о телевидении, о журналистике, мы же говорим о ньюзмейкерстве. Мы говорим о событиях, которые сегодня являются ньюзмейкерскими. Мы говорим о людях. Мы же не говорим, что мы приглашаем на телевидение только очень хороших и очень достойных. Или мы приглашаем, я не знаю, для интервью очень хороших, очень достойных. Если бы это было так, то, ну, во-первых, у всех разное представление о хорошествах и достоинствах. А мне кажется, что, в общем, медийная необходимость, она исходит из других вещей. Мы знаем достойные каналы, которые приглашали к себе на интервью у самого Бен Ладена, и он давал интервью. Мы знаем там другие истории, когда там брали интервью каких-то очень сомнительных личностей. Поэтому я бы исходила из того, что есть ньюзмейкеры, есть люди, которые интересны другим людям. Известно же, понятно же, что там одна часть Украины, она считает ньюзмейкерами одних людей интересных, другая других, но есть, но есть, при этом, как бы, я всегда помню, что есть общечеловеческие ценности. Я не буду приходить, приглашать к себе человека в эфир, которого я считаю преступником, да, который является террористом, там, или еще что-то, вот все эти там Платницкие, Захарченко. Это люди, которые находятся вне закона, и, безусловно, они не могут быть приглашены в эфир. А Путина бы вы включили, если бы он согласился, изъявил желание поговорить с украинским народом через вашу студию? Я не знаю, какое бы желание изъявил Путин поговорить с украинским народом или нет, но есть фигуры международной политики такого масштаба, интервью с которыми всегда, другое дело, какие бы я вопросы задавала Путину, это да. Понимаете, вот из этого надо исходить. А так, конечно, почему BBC берет интервью с Путиным, или там CNN, или масса других каналов? Ну, они не в состоянии войны, тут тоже такой момент. А мы в состоянии войны? Ну, де юре или де факто? Де факто мы в состоянии войны, безусловно. Почему, вот, может быть, вы мне скажете, почему мы торгуем с Россией, и объемы торговли растут, и мы не объявили ей войну, а интервью с Путиным мы брать не можем? Я помню, что когда был захват Крыма, еще когда не было референдума, а только он готовился, программа Шустера, мы включали Аксенова из Крыма, узнать, что у вас там происходит, услышать их позицию. Я помню, что была очень такая негативная волна среди украинских журналистов по поводу того, что мы его включили. Аксенов, это отдельная тема. У меня есть, как бы, если вы спросите у меня, что я думаю об Аксенове и о Константинове, я написала, последняя моя книга как раз об этом, да, и я считаю Аксенова и Константинова изменниками Родины, они преступники, и их место на нарах, вот, поэтому интервью у них должны быть брать следователи, вот, с моей точки зрения. Это отдельная история. Эти люди предали Родину, они спустили украинский флаг. Все, вот тут точка абсолютная. Я все время возвращаюсь к шоу Савика Шустера, во-первых, потому что я все-таки чувствую некое родство между вашей программой и его, в первую очередь за счет аудитории, команды, которая работает, ну и потому что я 9 лет проработала там, соответственно, как-то вопрос на эту тему возникает. Я помню, что однажды в интервью Савик Шустер, объясняя, что он делает на площадке, сказал, что он вот как маленький Чехов каждую неделю пишет в студии «Вишневый сад». Какую пьесу пишете вы? Я сама люблю такие интересные вопросы задавать. Ну, если иметь в виду, что мой подход вообще, да, я бы могла что-нибудь красиво сказать, что я, когда я делаю харты, я пишу всю королевскую рать, или я пишу, когда там карточный домик, а когда я там, например, там «Порщи други», я пишу там, я не знаю, там, ну что-нибудь «Ночи не жена» или там, слава богу, да, с названиями и с количеством прочитанных книг нормально. Но я вам скажу честно, я пишу каждый раз новую какую-то вещь, потому что, ну, невозможно писать, например, там, я не знаю, там, с Алексеем Гончаренко и с, там, я не знаю, там, ну, например, там, «Соли Фреймут», «Вишневый сад», нельзя с этими двумя людьми писать одинаковую пьесу, например. Поэтому каждый раз, когда ко мне приходят, ну, вообще самое интересное, что есть в мире, и самое неинтересное, и все равно самое интересное, это, конечно, человек. Это, конечно, человек, потому что люди иногда просто потрясают, удивляют, люди трогают до бесконечности, люди бесконечно неинтересные, ну, и так далее, и так все время. И поэтому, конечно, ты вот, это как золотоискатель, вдруг раз, вот, ты день моешь, два моешь это золото, три моешь, и все плохо-плохо-плохо, и ты думаешь, что ты тут делаешь вообще? И вдруг раз ты выходишь из стуги, думаешь, черт, а все-таки, а вот получилось в этот раз. Поэтому, конечно, каждый раз я пишу разные истории, другое дело, знаете, одну книгу у тебя купили, просто она на расхват, а другую вообще-то так и лежит. И это не всегда совпадает с твоим представлением о качестве. Иногда бывает, ты пригласишь человека, ты думаешь, что ты сделал фантастический, у вас был фантастический разговор, а оказалось в итоге, что вы только понимали, о чем вы говорили. И может быть, это фантастический разговор, но он никому не нужен. Они хотят другие сапоги носить, они это зрители, они хотят то, что им понятно, то, что им модно с их точки зрения. Ну и плевать, что пуговицы сделаны были вручную, и плевать, что фурнитура, которая не была у него у кого. А вот нет, они прозвучали какие-то знакомые позывные, и все, и не нужно. И продукт не нужен, понимаете? Поэтому здесь всегда как бы между, так сказать, между масс-маркетом и между какой-то твоей индивидуальностью и твоими желаниями ты мечешься. Потому что, конечно, если бы я покупала само, я бы делала совершенно другое. Но я понимаю, что это неправильно. Подход должен быть другим. Я очень желаю вам, чтобы программы с экспертами, которые вы планируете делать, чтобы они имели рейтинг, потому что, к сожалению, по моим наблюдениям, программы такие осмысленные, программы, которые несут действительно ответы, они набирают рейтинг меньше, чем программы, которые оставляют много вопросов и ощущения некой годливости, скажем так. Ну, потому что люди лучше покупают эмоции, чем мысли. И это же понятно, потому что мысли тяжелее, их нужно осмыслить, для этого нужен опыт, для этого нужен, знаете, какой-то, ну, твой личный, экзистенциальный опыт, в том числе интеллектуальный. А эмоции, ну, это же такие вещи, которые кушаются очень легко. Это как мивина. Эмоции – это мивина, да? Хлоп, ну и что же от этого можно умереть? Ну, вот как-то так. Ну, наверное, последний вопрос, касающийся программы «Народ против», когда аудитория голосует, да? Вот вы же заранее придумаете вопросы. Вы часто угадываете, что народ Украины думает вот так? Ну, конечно, существует же какое-то представление о настроении, да? Конечно, наши политики, журналисты все очень далеки от народа. Есть же социологические опросы, существуют, мы же все живем не в безвоздушном пространстве, мы понимаем, какие настроения, да? Когда мы говорим о медицине, о тарифах, о, я не знаю, там, о зарплатах, но вы же тоже представляете, что думают люди о сегодняшнем дне. Поэтому более или менее понятно. Иногда это удивляет просто, когда ты думаешь, что, ну, там процентов 60 скажут, что нет. И вдруг ты видишь, что хлоп, только 98. И ты понимаешь, что все очень плохо, ну, просто очень. Хотя в то же время я всегда всем говорю и сама осознаю, что аудитория, вот эти 100 человек, это не фокус группа, да? Да, это, ну, не точно социология. Это, ну, какой-то такой приблизительный. Это тенденция. Да, тенденция приблизительно срез. Вот и все. Вы делаете три программы сейчас. Вы пишете книги. Вы остались главным редактором журнала «Публичные люди». Нет, вот тут нет. Вы остались, да? Нет, я уже говорила об этом, еще раз повторяю. У журнала «Публичные люди» уже больше года есть свой главный редактор. Более того, это же было мое издательство, оно продано. Это больше не мое издательство. А, конечно, я даже вчера приезжала к девчонкам, конечно, периодически я с ними встречаюсь, потому что у них там есть вопросы, я им обещала, что я еще очень долго буду им помогать и так далее. Так я и делаю. Вот, девчонкам и ребятам. Почему я подумала, девчонкам, с кого у нас там и мальчик есть. Вот, поэтому, конечно же, да. И, конечно, никогда журнал «Публичные люди» и сайт «Публичные люди» для меня никогда не будет чужим. Это понятно. Все-таки 12 лет, да, мы были вместе. Но сейчас нет. Я сейчас решила сосредоточиться на телевидении. Я думаю о новых IT-проектах, потому что я понимаю, что телевидение в том виде, в котором оно есть, это уже недолго. Либо мы его будем преобразовывать и каким-то образом соединять с интернет-платформами, иначе ничего из этого не выйдет. Я думаю, в эту сторону очень активно. Ну и, конечно, книги, которые… Ну вот сейчас я закончила роман, и он сейчас уйдет в издательство, и он будет очень скандальный. Я с ужасом, я уже прям сжимаюсь. Думаю, господи. Ну, в общем, от момента, когда он выйдет, нужно будет пережить, конечно же, потому что будет очень много вопросов, претензий. Ну что делать? Вот таким… Ну, это роман о политике, о любви, и он такой, он сатирический. И, конечно же, многие не удержатся от соблазна сказать, это надо тот или это, или там еще что-то. Там очень много, видимо, будет предположений по части журналистов и политиков. Ну, потому что там много героев-журналистов, много политиков и… Ну, это на основе реальных событий или все, так сказать, совпадения случайные? Нет, я даже пишу, я даже пишу в предисловии, что, конечно, реальная жизнь есть для тебя какой-то ролевой моделью, да? Вот, но когда мы начинаем писать, нас же несет в разные стороны. И поэтому, естественно, говорить, что это какой-то слепок с каких-то событий, безусловно, нет. Все равно же никто не поверит. Понятно, что ты можешь взять основу, понятно, что там… Вы очень похожи на Венеру Милосскую, ну, вы не Венера Милосская, вы хорошо сложены, у вас приятное лицо и так далее, но вы же не Венера Милоская. Да, понимаете? Ну, и у вас есть руки. То же самое, когда мы пишем. Конечно, какие-то события, как отправная точка, как мы дадим. Но потом ты начинаешь там это убирать, то придумывать, то додумывать, тут как бы делать посмешнее и так далее. У тебя что-то получается вообще совершенно другое. Поэтому я бы предостерегла всех, кто хочет там найти реальное событие, реальных людей, срочно обидеться, не делать этого. Это неправильно будет. Ну, вам же не привыкать на бурные реакции по поводу ваших книг после Гаррика Карогодского? Не привыкать. Не привыкать. У нас был секс. Да, не привыкать, конечно же, да. Ну, вы знаете, женщинам вообще сложнее, чем мужчинам. Все, что простят мужчине, никогда не простят женщине. Никогда. Сто процентов. Да, поэтому... И я к этому отношусь с юмором. Я не могу сказать, что там расстраиваюсь, рву на себя волосы. Я всегда отношусь к этому с улыбкой, потому что я понимаю, ну, люди, да. Вот такие они. Как ваш муж к этому относится, с улыбкой? Да, мы с ним часто... Вообще, наше любимое занятие это посмеяться. Я думаю, что именно потому, что нам так было весело, это и было первым импульсом к тому, что мы вместе. Ну, я вообще люблю, как бы, когда с людьми весело. Для меня это какой-то очень важный момент. У вас есть время вот это, вот посмеяться с мужем при всей вашей работе на телевидении? Тем более, вы стали еще и гендиректором, генпродюсером, извините, уже всеукраинского канала ЗИК. То есть, вот сколько часов в сутки вы можете посвящать себе, семье, а не работе? А это какие-то непрерывные вещи. Даже когда он дома, или он уехал, или я куда-то уехал, мы переписываемся, мы там, вообще мы постоянно, там, через каждые 10 минут мы на связи, мы посылаем друг другу какие-то там непристойные картинки, мы шутим, мы подкалываем друг друга. То есть, я не помню такого дня, что мы там полдня провели, там, не переписываясь, не перезваниваясь и так далее. То есть, отношения, это же не какие-то вещи, которые, о, мы встретились, и тут начали отношения вечером, да? Мы разъехались, и пока у нас нет. Отношения – это нечто пролонгированное, потому что, когда ты заходишь в студию, да, ты все равно, у тебя есть где-то глубоко ощущение внутри, что и это ты тоже делаешь для него. Я хотела вам задать какой-то вопрос, понимаете, гениальное, очевидное, поэтому его забыла. Какие у вас комплексы вообще? Есть ли у вас комплексы? Конечно, миллион. Миллион разных комплексов, причем они у меня все плавающие. Ну, то есть, вчера у меня может не быть этого комплекса, сегодня появиться, завтра уже исчезнуть. Я, например, не могу смотреть свои программы. Я заставляю себя смотреть программы, когда мне нужно проанализировать, и посмотреть, что плохо, потому что я себя люто ненавижу на экране. То есть, я себя кажусь какой-то некрасивой, бессмысленной, не очень умной коровой, которой вообще непонятно вообще, чем она тут занимается. И так же, так как я перфекционист, то я, ну, книги, ну, вот с книгами чуть полегче. И то, когда я перечитываю там какую-то страницу, или полстраницы, я понимаю, так можно было здесь по-другому сделать, конечно, здесь плохо, но с книгами как-то вот полегче, с телевидением пожестче у меня. У меня комплексы, я очень спыльчива, и у меня страшные комплексы, что я не умею коммуницировать нормально с людьми. Я там могу разораться, могу там еще что-то, потом мне бесконечно неловко, стыдно. Но, правда, хорошо то, что я всегда могу извиниться. То есть, для меня это вообще не вопрос, и я там могу сказать, что я была страшно неправа и все такое. Да есть у меня масса комплексов, масса. Я очень плаксива, у меня очень близко слезы. То есть, я могу разродаться из-за какой-то пустяка, там, например, да. Ну, там куча всяких вещей. Вы говорите, что у вас в работе вот такой сложный характер, а в семейной жизни вы другая? Вы знаете, когда там началась в моей жизни вторая история, потому что у меня это второй брак, да, я это очень сильно многое заменила. Это многое заменило. Для меня вдруг открылась истина, которую я всегда говорю своим подругам. Не должна женщина хотеть равенства с мужчиной. Женщина должна, ну, счастье женщины в том, чтобы уметь подчиниться. Ну, так природа захотела. Не в смысле подчиниться, что там с тобой будут каким-то образом обращаться или еще что-то. Нет. Но если ты хочешь счастья, не начинай войну с мужчиной. Это бессмысленно. Это всегда закончится твоим поражением. Если ты можешь с ним быть, то будь с ним и будь счастливой. Если все настолько плохо, что ты не можешь с ним быть, собери свои вещи и уходи. Поэтому, ну, мне кажется, что я никогда не… Вот когда я закрываю дверь, я никогда не стремлюсь к доминированию вообще никакому. Я думаю, что это ужасная ошибка. Я думаю, даже если бы я, ну, могла победить, наверное, могла бы это легко сделать, да, с мужчиной, я никогда не была бы счастлива. Это та победа, личная жизнь. Это как раз в личной жизни никакие победы не нужны. Они делают нас просто… Они что-то уничтожают у нас такое, что потом делает невозможным счастье. Даже если вы сломаете мужчину, который рядом, а зачем он вам сломан? У вас взрослый сын, вы авторитарная мать. Вы влияете на своего сына сейчас? Нет, нет. Я никогда не была, и он на меня влияет. И я его… Он взрослый, и он очень умный, талантливый. Я его побаиваюсь. И когда я там робко говорю, ты почему-то без шапки, он говорит «мама». И все. И на этом заканчивается диалог. Поэтому нет. Наоборот, для меня очень важно его мнение, потому что мы где-то там в смежных находимся областях, и я часто к нему обращаюсь за советом. Он знает больше меня однозначно. Он политехнолог, правильно? Да. Последний вопрос, который я вам задам, почему-то он у меня стал уже каким-то традиционным. Как вы видите свою жизнь через пять лет? Вы знаете, я очень надеюсь. Человеку для счастья нужно очень мало, на самом деле. Человеку для счастья нужно осознание, что он живет той жизнью, которой я хотел жить всегда. Поэтому у меня есть… Для счастья все. У меня есть люди, которых я люблю. У меня есть творчество. У меня есть возможность писать книги. Кто может мне помешать это делать? То есть у меня нет такого страха, что пройдет три года или четыре, я не смогу делать то или это и так далее. Поэтому… И мне кажется, еще у меня есть такое подозрение, что еще чем-то таким займусь, о чем я даже вообще и сегодня даже не помышляю. Диджиталом, да? Может быть. У меня есть ощущение все время, как бы, знаете… Я же человек очень жадный такой до жизни, поэтому у меня есть ощущение, что откроются еще какие-то двери возможные. Пока мы живы, ничего не закончено, на самом деле. Ну, даже большое спасибо за этот разговор. Вам спасибо за хорошие умные вопросы.